Меня зовут Кирилл Шивцев, я являюсь заместителем директора лагеря по безопасности. Я считаю, что главным залогом безопасности является работа инструктора, потому что это именно те люди, которые работают с детьми, и от их профессионализма и компетентности зависит безопасность наших детей. Случайных людей в лагере нет. Это все ребята, которые проходят специальный семинар, которые подготавливаются. У всех у них есть определенный туристический опыт, у кого-то больше, у кого-то немного меньше, но тем не менее все ребята проходят через наш семинар. По окончанию семинара выдается пакет документов, они имеют право работать в детско-юношеском туризме. С инструкторами, с будущими инструкторами работают спасатели МЧС, тоже разбирают различные ситуации, какие-то дают основы медицинских знаний. Мы стараемся подготовить со всех сторон людей, которые приезжают к нам работать. В нашем лагере разработано очень много маршрутов, по которым ходят дети. Наши дети как раз ходят в спортивные походы. Как раз, чтобы ходить в спортивные походы, существует маршрутно-квалификационная комиссия, в которой официально заявляются наши группы, и в которой выполномочены выпускать ребят в эти спортивные походы. Маршрутная книжка дает возможность инструктору все-таки более тщательно проработать свой маршрут, запланировать стоянки, запланировать дневки, запланировать отзвоны. Как раз маршрутная книжка также позволяет разработать аварийные выходы с маршрута во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Для каждой группы существует свой четко определенный маршрут. Существуют паспорта маршрутов. Это позволяет отправлять паспорта маршрутов в МЧС. И каждая группа также отслеживается в МЧС во время нахождения на маршруте. В лагере есть автобусы, которые отвечают за доставку групп на маршруты, за доставку групп в лагерь с маршрутов, также перевозки продуктов, доброски группы снаряжения. В лагере существует два автомобиля УАЗ полноприводных, существует две моторных лодки с сильными современными японскими моторами, которые также могут добраться достаточно далеко по воде. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в лагере формируется команда быстрого реагирования. Она состоит из наиболее опытных инструкторов, которые много лет работают в лагере, которые хорошо знают местность, которые знают, как действовать в той или иной ситуации. Команда быстрого реагирования всегда готова выходить в место возникновения ЧС и оказать помощь ребятам и группам. Найважнейшим залогом обеспечения безопасности на маршрутах является связь с инструкторами. Существует система регулярных отзвонов инструкторов в базовый лагерь. Тем группам, которые уходят на маршрут в какие-то отдаленные районы, где долго нет мобильной связи, мы выдаем спутниковый телефон. Со спутникового телефона можно дозвониться из любой точки, в том числе и с Северного полюса. Также в лагере существует спутниковая антенна, которая обеспечивает бесперебойный интернет. Интернет позволяет нам связываться с офисом и решать многие важные вопросы. Лагерь в достаточной степени обеспечен первичными средствами пожаротушения. Это пожарные щиты полностью укомплектованные. Все ребята, все группы, все сотрудники лагеря проходят четкий инструктаж по пожарной безопасности. И каждый знает, что он должен делать в случае возникновения пожара. В лагере установлена пожарная сигнализация. При возникновении пожара сигнал будет поступать на пульт города Медвежегорска, после чего пожарные дружины ближайших населенных пунктов будут готовы приехать и помочь в тушении пожара в лагере. Продолжение следует...